Заполярная зима постепенно сдает свои позиции. Декабрь, январь и февраль держали в напряжении все коммунальные службы города. О том, как пережили суровые морозы, коммунальщики и жители округа расскажет Александра Литкова. Еще совсем немного и можно будет порадоваться таянию снега, резиновым сапогам, лужам и весеннему пробуждению природы. Суровые морозы отступили. Зима для многих нариенмарцев любимое время года. Если, конечно, температура воздуха за окном не очень низкая. Ну, 20-25 градусов. Никогда 40, конечно. А так для севера это важно. Это тяжело. Это всегда тяжело для организма. Поэтому нариенмар и заполярье, поэтому здесь особый климат, здесь особые отношения, здесь особые люди, здесь всегда особое отношение друг к другу людей. Поэтому здесь в таких условиях принято выживать. Сложнее пережить затяжные морозы, конечно, было детям. Ведь на улице особо не погулять. Дети сами энергию свою никуда не потратили, не подышали свежим воздухом. И дома, естественно, рев. За первые два месяца текущего года коммунальщики вывезли с городских улиц 27 тысяч кубов снега, что на 20 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом технику приходилось постоянно отогревать. Если в прошлом году мы могли технику постоянно выпускать во много смен, то есть постоянно работать, то в этом году нам приходилось думать еще о том, чтобы эта техника дожила до следующих лет. Мега действительно в этом году выпала меньше, но в то же время в связи с низкими температурами были определенные сложности во время проведения работ по содержанию автомобильных дорог. Это было связано с тем, что технику приходилось периодически ставить на обогрев. Нелегко в сильные морозы было и работникам котельных, чья задача – обеспечивать в домах тепло и своевременно устранять чрезвычайные ситуации. В эту зиму, к счастью, обошлось без них. Что касаемо системы теплоснабжения, я могу сказать, что она более чем надежная. Сети мы в рамках программы подготовки к зиме практически все отремонтировали, поэтому за сети не было особого опасения. Ну, конечно, некоторые котельные работали на пределе, потому что у нас есть новые котельные, есть старые котельные. Вот немного побаивались за старые котельные. Но, слава богу, все прошло в штатном режиме. Предприятие не только справилось с усиленным режимом работы, но и не оставляло без помощи управляющие компании и другие учреждения. Их внутренняя система где-то замерзала, мы отогревали. Ну, то есть, где зона ответственности была не по КТС. Очень много мы таких услуг оказывали. Прям у нас машина, ППУ есть, которая отогревает трубопроводы. Она у нас прям на разрыв работала. Серьезных претензий от жителей города на предприятие не поступало. Если не говорить о том, что счета за теплоснабжение были немного выше. Впрочем, это неудивительно, ведь котельные работали на полную мощность. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север.